привет меня зовут самар и вы смотрите видяшки из моего круга светлого путешествия за камерой у нас фрам покажи себя на камеру и в этом видео будет много интересного чего в нем точно не будет запотевшей камеры потому что на выпуске я столкнулся с частной проблемой в топниках запотела объектив камеры изнутри так вот в этом видео будет банкок 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 и еще раз банкок и банкоке просто невозможно не шарики просто невозможно мешать и самое главное в этом такие книжники на старте двигают рыбные у нас кутошки острые 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 очень вкусно очень остро очень дешево и отборчики комплекте а после того как поедешь нужно что делать нужно идти гулять я вчера долго думал что это я обозревал что это кеокешник и да я оказался прав это кеокешник он здесь эффективно популярен по этим подсказкам можно найти чужие какие то заначки клады что то еще и оно здесь везде особенно под мостами очень много на опорах на асфальте карты и кстори ой как мне нравятся эти разглядочки многоэтажные о чём я говорю когда я говорю о тайских развязках улочки переходники куча-куча-куча всяких переходов вверху это метро магазинов, туристов Я даже не знаю, что комментировать, все это просто очень круто, непривычно, и еще раз круто. Это Люмпин парк, и здесь все бегут, это самый бегающий парк Бангкока, здесь люди приходят побегать, здесь для этого все, душевые, туалеты, камеры хранения, рай для бегунов. Вот эта штука, в которой мы сейчас ехали, в которой было нифига не слышно, это тук-тук. Тук-тук это такой напряд, в котором сзади поделан багажник для перевозки людей, и в Таиланде, как и в Лао, они в том месте не съехали. А на следующий день мы пошли в храм Сикхов, в Сикхе такие клевые чуваки, пародатые из челнах, которые создали свою религию, чтобы объединить все другие религии, чтобы не было привезных споров, войн и все такое. Внутри снимать я постеснялся, а снаружи оказалось, что, конечно, рынок еды. Мы только что побывали в храме Сикхов, и я понимаю, что в сикхизме я понимаю еще меньше, чем в буддизме. А здесь этнический райончик, типа Little India, Chinatown, и все они напоминают рынки, просто этнические рынки. Такой китайский Барабашова, индусский Барабашова, жителям Харькова смотреть здесь особо нечего. Ну, еда экзотическая всякая, фрукты, овощи, и все. Много всяких вкусных ништяков. Бангушки. Какие-то цветные штуки прикольные. Вот такая Литрония. И теперь еще немножко храмов Богу Храмов. Много храмов Богу Храмов. Очередной храм Бангкока, храм лежачего Будды. Куча красивых зеленых ступок, и здесь при храме, говорят, есть самый крутой в Таиланде массажный салон. Ну и без массажного салона здесь тоже есть что посмотреть. Особенно клевые вот эти вот зеленые ступы. Капа, это так? Папа, это так? Капа, и так? Это так? Не, отправляешь. Сразу всю плитку выкладывали вручную, в хрен знает в каком веке По камешку, по кусочку, без 3D моделирования и прочих заморочек тупо по длинеечку плиткой Одна из главных встречательностей Бангкока, лежачий Будда И как везде, после главных встречательностей, здесь просто не протолкнуться от туристов А он такой лежит, длинный И лежит, и лежит А, пяточки будут стремиться, фоткаться на реконструкции Ремонт спеточек Там тоже что-то есть, поэтому посмотрю У нас может быть лежачий Будда У нас может быть лежачий Будда Это глупая водки Я забыл как называется Как он называется Это однозначно самая крутая пагода, что я видел в жизни И говорят, что это самая крутая пагода в Таиланде и в принципе ever Она огромная Просто огромная И я хочу туда залезть Да даже можно залезть Хо-хо-хо Жди меня вершина А теперь, чтобы немножко разбавить Благостную камбовую атмосферу Немножко о прозе жизни О том, как снять деньги в Таиланде с украинского банковского счета Да Сегодня я верюшу на увлекательнейший тест Как снять в Таиланде деньги с нашим приватом банки без комиссии Правильный ответ? Никак В ингредиенте берут комиссию 222-26 метров Но в 1,5 гривен можно пойти и снять в банк Но в банке комиссия 3% Слуги банка И мы в банке тоже берем свои какие-то проценты В итоге мы сэкономили что-то порядка 40 гривен, которые сейчас подать и на кофе Возможно, мелкие суммы снимать Выгоднее за счет более мелкой комиссии Но я в этом не уверен А сейчас пойдем вкрусить на основную злачную С бангкока Каоса И на последний наш вечер в бангкоке Мы пошли в самое-самое злачное место столицы Таиланда На Хоа Сан Стрит Поэтому советую посетить все путеводители Все гиды Хотите злачности Идите на Каосан Стрит Сходили погуляем по Каосан Стрит Бары Дорогущие алтоголь Ломать от туристов Туристы Туристы Бары Дорогущие алтоголь Коктейли в ведрах Дорогущие Коктейли в ведрах Очень дорогущие Коктейли в ведрах Поэтому мы отошли в сторонку Нашли дешевую уличную торчевню И будем питаться здесь так Каосан Роуд для тех, кто любит бухать 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 Немцы 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 На этом Наши пивания о Бангкоке Подошло к концу И дальше мы поехали автостопом В город Чонгмай Но про это будет дальше А если спросите меня, что это за река В Ди Ви И почему на флагере сзади меня серп и молот, то я скажу, что это река Меконг, это столица Лаоса, Бгинтьян, вон там через реку уже Таиланд. И про Лаос, про Бгинтьян, про реку, про границу будет дальше. Поэтому подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями, ставьте лайки, увидимся. Ну вот и я.